Приветствую вас! Давайте попробуем по порядку разобрать то, что вы написали. Во-первых, вы спрашиваете, значит, как любить себя мужчина, подобное для него, как побороть свои комплексы и негативные простые опыты, чтобы строить правильные отношения. Пожалуй, в общих чертах, если говорить о том, как стать особенными для мужчин, можно сказать так. Существует желание человека, в данном случае мужчин, существует его образ идеальной девушки. И существует ваш собственный образ, так же идеальный себя. И вот влюбить у себя мужчину вы сможете, если совместите, органично совместите образ его идеальной девушки и образ себя идеальный. Потому что если вы будете ориентироваться на его желание, то получится, что вы не будете с собой. Получится, что вы как бы полностью подчинитесь его преобходу. А это не очень хорошо для вас, потому что рано или поздно чувства немножечко постынут, а когда начнутся определенные проблемы, вы почувствуете, что вы в себе, в общем-то, не очень уверены. Вы в себе не будете ощущать удовлетворенности такой, как я будет, если вы будете прислушиваться еще и к себе. Другая крайность. Если вы будете стремиться только к своему образу идеальной женщины, то вы как бы будете игнорировать здесь желание мужчины. И это тоже будет не очень хорошо, потому что вы будете обославливаться от него, и это будет вас отдалять. Следующий вопрос. Как поботься свои комплексы и негативные просьбы в опыте? Ну, вообще говоря, что есть в комплексе? Вот, комплекс там по себе. С одной стороны, представляет собой, значит, невыраженное переживание, и вследствие своей невыраженности, влияющей на ваше поведение, на ваше мышление, на ваше восприятие. Такое переживание нужно найти и выразить его. Как бы повторно его пережить. И тогда полностью его выразил. Вы от него освободитесь. У комплекса есть и другая сторона. У комплекса есть и другая форма. Это аффект. Аффект. Это аффективное объединение определенных элементов, комплексов. То есть, несколько. Совокупно. Когда-то, в какой-то момент времени, вы испытали сильное переживание, негативное переживание. Аффект. И в результате него, теперь, когда вы сталкиваетесь с каким-то определенным элементом той ситуации, первичной, которая у вас аффективно окрашена, у вас запускается это самое эмоциональное переживание, которое было тогда. И борьба с комплексом здесь состоит в том, чтобы разбить причинно-следственные связи между элементами. А для этого необходимо, опять-таки, разобрать ту самую первичную ситуацию, которая, как бы, поспособствовала наличию этого комплекса. Понимание того и осознание, что элементами с собой никак не связаны, и единственное связующее звено – это ваши чувства, ваши эмоции, поможет вам комплекс побороться. А причину возникновения эмоций – осознать и скорректировать свое поведение так, чтобы больше подобных негативных переживаний у вас не было. Что касается прочного опыта, то его необходимо, как бы, это сказать, оценить. То есть, извлечь все полезное, стать мудрее, стать опытнее, и больше никогда не повторять подобных ошибок. Опыт нуждается в осмыслении. Если опыт не осмысливать, если не извлекать из него урок, то он так и останется негативным опытом, мешающим жить. Это вам ответы в общем виде на первые два вопроса, которые вы написали в доголовке. Дальше вы пишете, что у вас был, значит, у вас был мужчина, с которым у вас была ботаническая любовь, но не было близких отношений. Вы не пишете здесь, как вы с ним расстались, но, очевидно, по какой-то причине мужчина вас использовал. Он использовал вас для своих каких-то желаний. Также к вам относился и второй мужчина, который вступил с вами в интимные отношения после броски. И неподходящие вам мужчины, жадные, также вас использовали. Вы задаете вопрос, значит, чем вы притягивали таких мужчин. И в основном вы притягивали таких мужчин отчисленным желанием быть с ними. То есть вы хотели быть мужчиной и нуждались в нем. Через этих мужчин вы пытались удовлетворить свои определенные потребности. То есть эти потребности все связаны, ну, может быть, с бегом от одиночества, может быть, с желанием почувствовать себя женщиной, почувствовать себя красивой, желанной, привлекательной или что-нибудь еще. То есть через мужчин вы удовлетворяли свои определенные потребности. И эти потребности как бы удерживали вас с этими мужчинами. Проблема в том, что данные потребности нельзя удовлетворить через мужчин. То есть в идеале, в теории, конечно, можно. Но проблема заключается в том, что человек, видя, что вы в нем нуждает, и нуждается в нем действительно, оказывается перед очень большим соблазном вас использовать. И поскольку человек слаб, человек склонен к тому, чтобы поддаваться соблазнам, то вас мужчины и использовали. И первое, наверное, что нужно вам сделать именно в этой ситуации, это понять, вот что вам двигало, когда вы, например, терпели тот факт, что человек, например, был с вами 6 лет, но не было у вас сексуальных отношений, и он, собственно говоря, исчезал из вашей жизни, потом возвращался. Что доставляло вас, какая потребность заставляла вас терпеть вот это вот отношение? Дальше. Почему вы позволили мужчине лечить себя девственностью? Ну, скорее всего, потому что вам отчаянно хотелось секса, отчаянно хотелось близости. И вы, наверное, интуитивно чувствовали, что мужчина к вам, в общем-то, не имеет таких особых чувств, не имеет особых эмоций, но вам хотелось близости, хотелось удовольствия, и это получили. Да-да, вы надеялись, что он окажется благородным, но он не оказался благородным. И следующие мужчины также, как бы, были средствами для ваших желаний. Вот понимание того, какие желания вы пристегивали, когда были с ними, какие потребности у вас были, и достижение этих потребностей самостоятельно, не через мужчин, не с помощью мужчин, а именно самостоятельно, и поможет вам избавиться от такой воспривязанности к ним, от потребностей лично, потому что отношения полноценные, отношения равноправные, они предполагают желание делать человека счастливым, желание делать что-то для человека, желание обычным, а этого нельзя сделать, если вы сами в чем-то нуждаетесь. И получается, что вы, испытывая потребности, кроме тех, что были озвучены, уже сами ставите себя в зависимость от такого человека. А там независимость, там всегда не свобода, а там, где не свобода, там никогда не может быть счастье. Это, собственно говоря, ответ на ваш вопрос, чем вы притягивали к себе мужчин тогда. Дальше, вы пишите, что, значит, все это привело к изоляции, к одиночеству, к порученному кругу, и так далее. Ну, это, в принципе, здесь понятно. Сейчас вам нравится человек, он занимается бодибилдингом, живет этим очень сильный, волевой мужчина, с опрым сердцем. Вы хотите его любви, его чувств, впечатливый. Хотите, чтобы он влюбился, вас, и хотите почувствовать себя желанной, красивой, любимой. Вот здесь скрывается основная ошибка. Дело в том, что можно почувствовать себя желанной, красивой, и любимой без этого мужчины. И до тех пор, пока вы в нем видите впечатление своих желаний, до тех пор, пока вы через него хотите вот это вот все ощутить, отношения у вас не получится. Для того, чтобы чувствовать себя желанной, красивой, любимой, уверенной в себе, значит, необходимо, в первую очередь, спросить себя, вот, есть ли у вас представление о идеальной жизни? Ну, об идеальной вас? И что для этого нужно? Вот какая идеальная вы? И стремиться к этой идеальной консоциации через достижение своих интересов. Своих интересов, не связанных с мужчиной, не связанных с личными отношениями вообще. Вот вам Лидия очень правильно посоветовала заняться имиджем. Как бы вы хотели выглядеть? Как бы вы хотели, какой бы вы хотели, точнее, иметь образ? одевайтесь, выглядите так, как вам хочется, смотрите на себя с такими глазами, какими вам хочется, и будьте той, какой вам хочется быть. Потому что у каждого человека, у каждой женщины, это я уже экритизирую, есть свои сильные стороны и свои слабые стороны. Вот вы здесь называете свои слабые стороны, что вы плохая хозяйка, есть некоторые пробелы, что у вас растяжки целлюлит, и так далее. Ну, хорошо, у вас есть эти проблемы. Почему вы эти проблемы не не исправляете? Понятно, что вы можете начать это делать для того, чтобы понравиться мужчине. Ну, хорошо, давайте представим себе, что вы начнете это делать, начнете готовить, начнете осваиваться хозяйством, заниматься спортом, и так далее. Ради чего? Для чего? Для мужчины? Хорошо, для мужчины. Но если для мужчины, то тогда получается, что в случае, если он вас отвергнет, опознет, вы перестанете все это делать. То есть, вы делаете это все до тех пор, пока есть надежда с ним близится, ему понравится. То есть, вы делаете не для себя, а для него. То есть, вы опять-таки стараетесь удовлетворить его желаниям, а не своим. А вам самой, для вас лично, чего хочет? Что важно? для вас сведение хозяйства важно? Фигура именно для вас важна? Если да, то занимайтесь спортом, занимайтесь хозяйством, но для себя. Не для мужчин, ни для кого бы ни было еще, только для себя. Старайтесь это делать так, чтобы вы чувствовали, что осваивая какие-то новые моменты, осваивая какие-то новые детали, новые способности, новые навыки, да, вы сами добиваетесь того, чтобы стать той идеальной, которой вы хотите быть, которой вы хотите быть для себя, не для кого-то. И вот это как раз и будет вас, потому что сейчас вы переписываетесь с мужчиной, это означает, что на таком коммуникабельном, коммуникационном уровне у вас еще есть неконтакт. И заметьте, вы ничего для этого не делали, ну, по крайней мере, вы не пишете, чтобы что-то делали для него, чтобы старались как-то понравился и так далее. И вот в этом же ключе и нужно продолжить. Непринужденный, независимый, как бы равноправный. Как чтобы мужчина видел, что вы проявляете свою симпатию к нему только в качестве свободного волеизъявления, а не потому, что вам очень это нужна не потому что вы в нем нуждает. Нужна в мужчине, потребность в нем, еще раз говорю, это очень негативная основа для отношений. Дальше, вы пишете, что он очень красивый, добрый, ласковый, быть таким и быть достойным такого это очень приятно, но наблюдается что идеализация человека в том контексте, что вы не видите минусов мужчины, они у него есть, они у него есть в обязательном порядке, и вот тот факт, что вы его идеализируете, может свидетельствовать о том, что вы нарисовали сами себе образ человека на основании реального и любите или испытываете симпатию к человеку нереальному, не совсем реальному, а тому, кому нарисовали. Все-таки имеет смысл иметь дело с человеком реально существующим, а не идеализированным. А для этого необходимо, чтобы вы все-таки имели представление о его недостатках тоже, потому что недостатки его появятся при более близко к контакте. И будет лучше, если вы к ним будете готовы, если вы будете иметь их в виду, если вы уже заранее решите для себя, принимаете ли вы их или нет. И если да, то почему, ради чего, и если нет, то тоже почему и ради чего. Потому что если вы их недостатки не примете, то разочарование будет очень сильным. И по вам это будет сильнейшее удар. Дальше, что касается следующее, вы просите дать рекомендации. Как мне без груза получил негативный опыт, то что у меня было начать строить эффективные, правильные, комфортные отношения, чтобы не приносить, что было у меня, наше движение на новые отношения. Ну, в принципе, в общем и целом, я вам это сказал в первом вопросе на самом начале. Не думаю, что здесь можно что-то добавить, потому что в принципе именно в этом направлении работа вам предстоит, если вы как-то серьезно настроены, предстоит достаточно большая, но все это можно сделать при желании. Дальше, что самое важное, что самое основное важно демонстрировать мужчине, чтобы он влюбился. Демонстрировать мужчине нужно то, что вы можете быть той, кем он хочет вас видеть. Демонстрировать мужчине нужно то, что вы сможете удовлетворить его желание, что с вами он получит то, чего он хочет. Вот это основной момент, показывать ему то, Что вы можете дать ему желаемое им Вообще говоря Это и есть самое главное Понять, чего мужчина хочет Что для него важно И показывать ему Что вы можете ему это дать То есть дать ему понять Например, что вы можете быть той самой девушкой Которая ему нужна Дать понять, например Что вы можете там Ответить его требованиям Которые у него есть девушка Ответить его нуждам Которые у него есть, желаниям и так далее И если мужчина поймет Что вы действительно отвечаете его желаниям Что вы можете дать ему то, чего он хочет Чтобы та, кто ему нужен Он вас любит Это дело времени Это вопрос времени Но, однодон момент Который необходимо учитывать здесь Это то, чтобы вы всегда держали дистанцию Показать, что вы можете Дать мужчине то, что ему нужно Не значит дать ему это Давать ему это нужно постепенно Очень дозированно Маленькими количествами Чтобы он видел, что вы можете дать Но не собираетесь этого делать До сих пор Пока у вас не будет Серьезных Серьезных отношений Прошу прощения За каши Вот Только после того, как у вас будут серьезные отношения Можно и нужно мужчине давать больше Но, чтобы он всегда видел Что то, что вы делаете То, что вы ему предоставляете Это акт вашей доброй воли И вы можете в любой момент Если вам что-то не понравится Это делать перестать Очень важно Чтобы вы мужчине показывали Да вы к нему не привязаны Да вы самостоятельны Да вы независимы Да вы делаете это для него Потому что вам так хочется Для него это сделать И не более того Если он увидит, что вы делаете это Потому что вы сами В этом заинтересованы Потому что вам это нужно Само и для себя Быть с ним И давать ему то, что ему нужно То отношения примут Если это совсем другое характер И вряд ли Вряд ли этот характер Поможет вам Обрести Счастливые Полноценные отношения Да, вы правы Что логический преворот Не всегда может помочь Точнее он действует На определенный тип людей И там есть свои особенности Дальше Как понять, что мужчина влюбился Какие знаки не стоит опускать По поводу знаков Вам хорошо ответила Лидия Она сказала, что все знаки Стоит принимать А понять, что мужчина влюбился Достаточно легко Это то, что человек смеется с вами Как можно больше провести времени Все свое свободное внимание И силы Тратит исключительно на вас Использует любые возможности Чтобы быть с вами поближе Сменить и провести с вами Как можно большее количество времени При виде вас Его поведение меняется Он начинает вести себя по-другому И вот именно Сам факт того, что Желающий человек На появление вас Реагирует 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 Как-то по-другому То есть Его поведение Меняется Ага Вот этот факт Как раз И Свидетельствует О том Что Человек К вам Неравнодушен Ну а Неравнодушен Понятно Это уже есть По сути Влюбленность И В общем-то Начало Отношений Начало Симпатии Если у вас Таковая Тоже имеется Дальше Наскрашивайте Как вообще Наиболее правильно Подойти к построениям Отношений В моем случае Ну в принципе На этот вопрос Я вам уже ответил Отчасти Мне кажется Я когда-то говорил Что вам необходимо Показывать Мужчине Что Что вы можете Дать ему Желаемое Но при этом При этом Очень важно Очень важно Чтобы вы Вот Как бы Совмещали Свои Интересы С его Так что вы знаете Что ему интересно Вы знаете Что ему нравится Что его увлекает И вот По соответствию Его интересам Если вы будете Если вы сделаете Его интересы Своими Если вы будете Двигаться В направлении Его интересов То именно Это поможет Вам Построить С ним отношения Вначале Друзья Постерки А потом Возможно И более близкие Изначально Самые лучшие Самые крепкие Самые Долговечные Отношения Строятся На совместных Интересах Если Интересы У людей Разные То отношения Строятся На чем-то другом И это К сожалению Не является Долговечным Поэтому Тщательно Изучите Что Отмышлено Интересно Что ему Нравится И постарайтесь Как можно Больше Из этого Сделать Своим Чтобы Сталкиваться С мужчиной По этим Поводам Мы видим Что Вы Интересы Разделяете И На Третью Сему Чтобы У вас Была Возможность Разговаривать Общаться Близяться Проявлять Себя И тогда Лишь Вопрос Времени Как Скоро У вас Разникнут Близкие Отношения Конечно При условии Если Вы будете Соблюдать Все То О чем Я говорил Вам При условии Что у него Нет На сегодняшний Момент Девочки Следующее Как побороть Те комплексы Уцел Которые Мне мешают А Боюсь Я больше всего Предстать Перед Ним В невыгодном Свете Внешне Внутренне Так как Да Я не уверен В себе Полностью Хочу Но боюсь Быть С ним Быть Таким Парнем Как побороть Свои комплексы Которые Вам мешают Я в принципе Вам Сказал Страх Предстать Перед Ним В невыгодном Свете Понятен И для этого Нужно Четко Представлять Себе Все ваши Минусы Которые У вас имеются Все ваши Слабые стороны И эти Слабые стороны Очень Желательно Либо Минимализировать То есть Максимально Убрать Их Влияние Либо Своими Сильными Сторонами Полностью Их Закрыть Кроме Того Отдельно Хочется Сказать Так То Человек Всегда Всегда И у Каждого Есть И будут Недостатки Недостатки Это нормально Вообще Говоря Именно Людьми Нас и делают Как раз Такие Недостатки И первое Что вам нужно Сделать Это принять Себя Такой Какая Вы Есть На сегодняшний День И любить Себя Такой Какая Вы Есть На сегодняшний День Потому что Если вы Себя Не любите Если вы Себя Не уважаете То другой Человек Этого Делать Для вас Не будет А Если вы Будете Стремиться К такому Человеку Для того Чтобы он Вас Поважал Это Как мы Заговорили Потребность А Потребность В отношениях Не играет Им Наполе Дальше Приняв Себя Такой Какая Вы Есть И Любя Себя Себя Вы Будете Испытывать Естественную Потребность В том Чтобы Развиваться В какую Сторону Развиваться В какую Сторону Прогрессировать Решать Вам Только Вам И никому Больше Но В зависимости От Выбранного Вам Направления Вы будете Либо Уменьшать Свои Негативные Моменты Их Купировать Их Минимализировать Тем самым Становяться Лучше Либо Вы будете Улучшать Развивать Свои Сильные Сороны Так Чтобы Они Уравновешивали Негативные Если Например Вы Пишите Например Что У вас Плохое Видение Охраняет Но если При этом Вы очень Душевный Человек Если При этом Вы Безграничный Терпеливый Человек Если Вы Дадите Поддержку Ласку Любовь То Ведение Одесса Не Так Класс Понимаете О чем Я Главное Почувствовать Свои Сильные Стороны И начать Их Развивать Это Поможет Вам Скупировать Все Ваши Недостатки Ну и Главный Момент Я уже Сказал Это Понять Что Собственно Говоря У вас У вас Всегда Будут Недостатки Как У каждого Из нас И Принятие Своих Недостатков Янается Неосходимым Условием Для того Чтобы Построить Нормальные Обношения Почему Потому что Принимая Свои Недостатки Вы Принимаете Недостатки Другого Человека И Это Делает Вас Лояльнее С ним А Соответственно Приспособлен К Отношениям К Уступкам И Прочее Без Этого Невозможно Опять Так Строить Сколь Нибудь Зрелые Осознанные Отношения С Человеком Далее Последнее Что вы Пишите Это Значит О том Что вы Прочите Конкретные Рекомендации Выводы Ссылки На какие-то Материалы Или Книги Ну Простите Меня Пожалуйста За то Что Ссылки На какие-то Материалы Книги Я вам Не дам Потому что Считаю Что Это Излично Программирует Поведение Человека Что касается Рекомендаций То они Вам Были Даны Мне кажется Довольно Так Прилично Что касается Выводов Выводы Думаю Можно привести Здесь Такие Лично Мне Показалось Что Вы Человека Слишком Сильно Идеализируете Что Вы Выбрали Его Как Идеального Сейчас Для вас Мужчину Но идеальный Мужчина Он Имеет Свойство Переставать Быть Идеальным И основной Вопрос Заключается В том Готовы ли вы Принять Его Без Идеализации Человеком Со своими Недостатками Со своими Страхами Темными Сторонами И Броши Готовы ли вы Принять Готовы ли вы Не разочароваться Следующий Вывод Который Мне Хочется Сделать Что касается Вас Это то Что Вы Человек Достаточно Израненной Душой Израненным Сердцем И Эти раны Они Дают Вам О себе Вам Знать До тех пор Пока Вы Их Не залечите Пока Вы Не Как бы Отсмыслите То Почему Они Вас Получили До тех пор Пока Вы не Поймете Причин Поведения Ваших Предыдущих Мужчин Не Остановите Опыт Который Вы Получили Не Примите Его Не Ассимилируйте Его За Своим Внутренним Багажом Он Так Ни Наче Будет Влиять На На Ваш И На Ваши Отношения С Людьми Следующий Вопрос Включается В том Что Вы Вывод Включается В том Что Вы Слишком Сильно Ну Как бы Олицетворяете Мужчину И Свои Желания Вот Это Точно Очень Плохо И Нужно Понимать Что Ваши Желания Это Ваши Желания Их Нужно Осуществлять Самостоятельно А Мужчина Это Мужчина И Ему Нужна Женщина Женщина Не Та Которая Через Него Будет Достигать Того Чего Она Хочет А Женщина Которая Будет Любиться Делать Его Счастливым То есть Очень важно Мужчина Воспринимать Не Как Средство Для Своих Желаний А Именно Как Само Цель У меня Сложилось Впечатление Может Быть Оно Ошибочное И Я Заранее Прошу Вас Прощения Воспринимать Воспринимать Есть Возможность Исправить Все ваши Моменты Решить Все ваши Проблемы Но Для этого Необходима Работа В том В тех Направлениях Которые Я Звучил Возможность Самостоятельно Возможность Помощи Специалистов Тут Уже Решать Вам Но Думаю Что Тот факт Что вы Остановите Свои Слабые Стороны Говорят Потом Что Вы Можете Исправить Другое Дело Что Исправить В какой Форме Не Всегда Исправление Своих Слабых Сторон Обначает Уничтожение Их Иногда Исправление Слабых Сторон Значит Принять Их Если Вы Не Принимаете Себя Вас Принимая Другие Всегда Старайтесь Это Вспомнить На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Надеюсь Что Мой Ответ Был Пол И Надеюсь Что Вы Сделаете Его Лучшим Я Желаю Вам Удачи Всего Доброго